Добрый вечер! В эфире итоговые новости. В студии работает Самат Секенов. И сегодня в выпуске вы увидите. Вся информация о земельных участках в электронном формате. В семье разработана интерактивная карта города. Впервые в мире экспериментально установлено негативное влияние малых доз радиации на живой организм. В семье завершился очередной этап международного исследовательского проекта. В театре имени Абая состоялся отчетный концерт вокально-танцевального ансамбля «Халамкас». Мероприятие было посвящено Дню независимости Казахстана. Открывают выпуск новости республики. Президент Нурсултан Азарбаев встретился с государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Станиславом Засим. В ходе встречи Нурсултан Азарбаев подчеркнул, что он поддерживает кандидатуру Станислава Засия на пост генерального секретаря организации договора о коллективной безопасности, так как он обладает необходимыми знаниями и опытом в этой должности. В ходе встречи президент Казахстана также отметил важность обеспечения эффективности деятельности организации договора о коллективной безопасности. В Санкт-Петербурге главы государства приняли решение поддержать вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем. В партии Нурсултан начала свою работу новая дискуссионная площадка. Теперь такие вопросы, как пропаганда духовных ценностей, модернизация, возрождение исторического сознания, дальнейшее развитие государственного языка и культуры, будут широко обсуждаться на этой площадке. Цель этого проекта, который проводится только на казахском языке, состоит в том, чтобы проанализировать и решить самые насущные проблемы, стоящие перед казахским обществом, и найти пути их решения. Первая презентация проекта была посвящена теме «Духовная основа независимости». Докладчики сосредоточились на приоритетах, которые являются духовной поддержкой нашей нации. Спикеры также обратили внимание на основные стратегические задачи, которые были обозначены в программной статье президента «Семь граней великой степи». На открытии дискуссионной площадки Маулен Ашимбаев подчеркнул необходимость выстраивания системы ценностей и исторического сознания среди молодежи и призвал всех казахстанцев внести свой вклад в празднование главного национального праздника страны – Дня независимости. Если наши предприниматели, торговые центры будут уделять внимание празднованию Дня независимости и будут украшать свои витрины национальными элементами, а люди, которые там работают, будут использовать национальную символику в своей одежде и будут устроены акции и скидки, то я считаю, что этот большой праздник подарит огромные впечатления нашим гражданам. К новостям региона. В Семее создана интерактивная карта города, по которой можно узнать, какие земельные участки заняты или свободны, и каково их целевое назначение. Об этом сегодня сообщил руководитель отдела земельных отношений Кудайберген Сирилханов на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 11 месяцев. Здесь же стало известно о судьбе заброшенного участка по проспекту Шакарима. Подробности в видеосюжете. Территория бывшего штаба армейского корпуса площадью 4,5 гектаров в самом центре города пустует уже много лет. За это время, как выяснилось, она несколько раз была перепродана частным лицам, последние из которых так и не смогли использовать землю по назначению. Вернуть обратно в государственную собственность не получилось. Акимат дважды проиграл суд. Земля оказалась в залоге. Они когда-то землю продали частным лицам. Потом они перепродали несколько перепродажек. Сейчас банки заложили за 2 миллиона долларов. Теперь мы хотим это государство забрать. Они говорят, банка говорит, залоги у нас 2 миллиона долларов, платите и заберите. Но все равно мы сейчас с владельцем разговор ведем. Он начал проект сделать на объект проект. Наверное, где-то будет не жилой, там какой-то будет торговый, развлекательный вот такой центр. А вот в отношении владельцев сельхозземель, которые были выданы, но не используются по назначению, рычаги воздействия есть. Это десятикратное увеличение налогообложения. На пресс-конференции руководитель отдела земельных отношений Кудайберген Силханов сообщил, что в случае простаивания сельхозземель они будут изыматься. На сегодня таким образом возвращено 26 тысяч гектаров земель. В основном это сенокосы и пастбище. На встрече было дано разъяснение и по поводу 2600 человек, якобы выпавших из очереди на получение 10 соток земли. Во-первых, после ревизии из этого количества реальных очередников осталось 1470. А во-вторых, решено, что их очередь будет идти отдельно от основной, в которой числится 24,5 тысяч граждан. Основную очередь мы будем представлять по меру готовой площадки. Где в Шахтаре, Дахсай, вот там. А это, которые 2600 сказали, в том числе 2600, мы, когда сделали ревизию, там оказался 1447 человек. Вот 1447 человек, у них адреса есть. Когда-то архитектура давала адресный справа. Мы в том, что выезжаем, посмотрим, действительно там свободно, действительно там свет и вода есть. Некоторые согласятся с своей местной водокачкой или установкой, сам колонку установкой. Вот так. Буду представлять. А потом, когда-то 1400 все закончат, а это не имеет значения, дальше продолжает основную очередь. А основную очередь никакого отношения не имеет. Напомним, что основная очередь на земельные участки под ИЖС формировалась с 2008 года. Чтобы обеспечить очередников законными 10 сотками, планируется выделить 10 районов земле, которые в общей сложности обеспечат землями чуть больше половины очередников. Поэтому, как сказал Кудайберген Силханов, в будущем запланировано расширение генплана. К слову, отныне узнать всю информацию о земельных участках в Симирском регионе стало проще, благодаря разработанной интерактивной карте. Сейчас это сайт OpenNapKZ. Там теперь кто будет участвовать, кто хочет приобрести земельный участок через торги только, через аукцион. Вот этот сайт войдет, любой рожденный Республики Казахстан и может участвовать в этот участок запросить, или узнать, за кем закреплен участок, или свободно, или для какой цели взято. Ну, целевое использование, все это данные ВС. Карта разработана отделом земельных отношений совместно с областным управлением. Она постоянно дополняется. К слову, до конца этого года будет проведен аукцион, и по данным отдела на него уже подготовлены 80 участков. В Аяговском районе на объектах предпринимательства трудится более 9 тысяч человек. Эта отрасль здесь набирает обороты благодаря механизмам государственной поддержки. В настоящее время в районе реализуются различные проекты, в том числе благодаря кредитованию на льготных условиях. Напомним, об увеличении микрокредитования сельского предпринимательства говорится в пяти социальных инициативах президента. Со дня открытия швейного цеха Ася Абик Султанова не отходит от своей машинки ни на шаг. До этого по состоянию здоровья женщина работала на дому, но затем прошла трехмесячные курсы кройки и шитья, чтобы освоить профессию. Это помогло ей трудоустроиться на постоянную работу в швейный цех, который открылся по льготному кредиту от Фонда развития предпринимательства. Дома я занималась мелким пошивом. Потом я узнала об этом цехе и вот уже два-три месяца работаю здесь. За это время мы шили военную форму, спортивные костюмы. Все машинки современные, закупленные в этом году. Их поставили с открытием цеха. Сейчас говорят же про нижнюю форму, так вот мы сейчас ее шьем. Сейчас я обшиваю снаружи и карманы. Многие люди в районе смогли открыть свое дело благодаря государственным программам. Одна из них – Латипа Умаркулова. Проработав 15 лет в коммерческой среде, женщина давно мечтала о своем личном бизнесе. Реализовать задуманное помогла дорожная карта бизнеса 2020, благодаря которой Латипа построила крупный объект и обеспечила постоянной работой 40 человек. В будущем она планирует открыть кулинарный цех. Когда я работала в предпринимательской сфере, я всегда думала купить бы эту землю и построить на ней большое здание. И вот теперь я реализовала свои замыслы. Благодаря государственной поддержке это здание заработало и создало новые рабочие места. В целом в Баягоском районе выдано льготных кредитов по 6-процентной ставке на общую сумму 300 миллионов тенге. Перед тем, как открыть свое дело, предприниматели проходят обучение по программе «Бастау Бизнес». Предпринимательство развивается из года в год. Если сравнивать с прошлым годом, то количество предпринимателей увеличилось на 5,8%. До конца года мы планируем выделить на развитие малого бизнеса до 200 миллионов тенге. Малый и средний бизнес приносят большой доход в бюджету района. С начала года эта сумма составила 576 миллионов тенге, что на 23,5% больше прошлогоднего показателя. И в районе еще немало желающих открыть свой бизнес. Для этих целей в рамках программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства предусматривается выделить 340 миллионов тенге. Продолжаем выпуск. В своей статье президент отметил, что казахский народ является прямым преемником тюркских этнических племен, таких как гунны саки, которые занимают свое место в общемировой истории. Он также отметил, что эта великая степь подарила всему миру искусство верховой езды и свои достижения в такой важной сфере, как металлургия. К другим темам. В Казахстане впервые в мире проведен эксперимент по изучению влияния малых доз радиации на живой организм. В Государственном медицинском университете города Семей завершился очередной этап научного эксперимента, итогов которого с нетерпением ждут многие ученые мира. Отметим, что в международном проекте принимают участие Казахстан, Россия и Япония. Результаты, полученные семейскими учеными в ходе данных исследований, помогут в успешной диагностике и влечении осложнений, возникающих при облучении небольшими дозами радиации. В Государственном медицинском университете города Семей реализуется ряд научно-технических программ и международных исследовательских проектов. Одним из них является мультицентровое экспериментальное исследование влияния малых доз радиационного излучения на живой организм. Мы впервые в мире, совместно изучая малые дозы излучения, влияние на экологию, влияние на человеческий организм, доказываем медицинской науке, что малых дозах радиации тоже оказывает губительный эффект или вредный эффект для живого организма. С 2011 года ученые медицинского университета провели ряд экспериментов по облучению лабораторных крыс радиоактивными изотопами марганца-56. В результате они пришли к выводу, что даже небольшое радиационное воздействие на живой организм ведет к негативным последствиям. Мы завершили уже свой эксперимент на крысах и уже получены результаты. То, что они подышали в течение одного часа, оказало действие на легкое, на печень и на мужскую фертильность. Результаты эксперимента представляют большой интерес, так как помогут в диагностике и лечении осложнений, возникающих при небольшом радиационном облучении. Прежде всего, это профилактическое направление. Для всех диагностических, лечебных мероприятий, используемых на сегодняшний день, чтобы провести профилактическую работу до возникновения осложнений. Именно на молекулярном уровне. Полученные нашими учеными результаты эксперимента уникальны. Ведь никто ранее не задавался целью изучить влияние небольших доз радиации на живой организм. В ближайшем будущем они будут доступны всей международной научной общественности. Сама Секенов, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей». В честь Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития в «Семей» состоялся слет волонтеров. На нем студенты-добровольцы рассказали о проводимой ими работе. Во время мероприятия, в котором принимали участие заместитель Акима города Надежда Шарова, руководитель отдела внутренней политики Нуржан Исинжолов и депутаты городского маслехата, состоялось награждение отличившихся волонтеров. Также им были вручены ленты общественного признания «Алтын Джурек». Впервые Международный день добровольцев начали отмечать в 1985 году по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Эта дата призывает осуществлять добрые дела во всех сферах деятельности. В «Семей» в честь Дня добровольца ежегодно проводятся мероприятия в различных форматах. В этом году организаторы решили провести слет волонтеров. «Волонтерское движение – это особое движение, это зов, наверное, души каждого человека, это непринуждение. И сегодня таких у нас людей становится действительно, начиная даже со школьной скамьи, даже с детского сада, становится все больше и больше и больше». На мероприятии волонтерские движения колледжей города презентовали видеоролики о проделанной работе. Отличившиеся добровольцы были награждены грамотами и памятными сувенирами. Также состоялось вручение лент общественного признания «Алтын Джурек». «Просто в голове щелкнуло, и я хочу помогать людям, я хочу их радовать, я хочу, чтобы люди улыбались, чтобы мир процветал. Мы помогаем, в детские дома выходим, тоже наряжаемся, мы выходим в садики, просто с какими-то мероприятиями, мы помогаем старикам, пожилым. Мы стараемся как-то поддерживать именно людское понимание». Слет волонтеров продолжился концертом детских творческих коллективов. В завершении организаторы отметили, что «Добрая традиция» обязательно найдет свое продолжение. Покат Гулька, здесь Ярнур Калелов, телеканал «Семей». Пропагандируя музыкальное наследие и духовные ценности казахского народа, в Театре имени Абая состоялся отчетный концерт вокально-танцевального ансамбля «Каламкас» Абайского района. Мероприятие, посвященное Дню независимости и 45-летию творческого коллектива, прошло в рамках реализации статьи президента «Взгляд в будущее» и модернизация общественного сознания. За 45 лет своей творческой деятельности коллектив ансамбля не раз становился лауреатом фестивалей различного уровня. Он до сих пор продолжает выступать, радуя поклонников талантливым исполнением казахских народных песен и танцев. В репертуаре ансамбля немало песен Абая и Шакарима. Кроме того, коллектив исполняет классические и современные музыкальные произведения казахских композиторов. Во время концерта вниманию зрителей были предложены вокальные и танцевальные номера. На сегодняшнем концерте прозвучат произведения местных композиторов. Начали мы свой концерт с песен Абая, но мы также пропагандируем творчество местных и известных в Казахстане композиторов. Также в концерте участвуют молодые исполнители. В прошлом году концерт состоял из классических произведений. В этом году мы включили в концерт эстрадные жанры. Город Семей и Абайский район объединяет не только близкое географическое положение, но и тесные культурные и духовные связи. На сегодняшний день в Семей проживает и работает большое количество выходцев из Абайского района. Для них выступления любимого коллектива стали настоящим праздником, на котором прозвучали дорогие их сердцу музыкальные произведения. Сегодня в Семей настоящий праздник музыки. К нам из Абайского района с концертом приехал известный в стране коллектив вокально-инструментальный. Ансамбль «Каламкас». Зрителей очень много. Исполняемые сегодня песни очень актуальны, особенно для молодежи. Специальным гостем концертной программы стал известный Кюйши, талантливый музыкант и виртуозный дамбрист Айбек Бекбасынов. В его исполнении прозвучали авторские композиции, посвященные президенту страны и выдающемуся спортсмену, выходцу из Абайского района Айбеку Нугумарову. В ходе концерта Аким Семей, Ермак Салимов и Аким Абайского района Жаркенбек Байсабыров поздравили ансамбль «Каламкас» с 45-летним юбилеем и выразили уверенность в том, что прославленный коллектив и дальше будет радовать поклонников своим творчеством. Сегодня мы рады, что смогли насладиться творчеством ансамбля «Каламкас», который имеет 45-летнюю историю. Мы гордимся ансамблем «Каламкас». От своего имени, как руководителя города Семей и от имени всех жителей благодарю вас за ваше творчество. Давайте всегда встречаться по таким радостным событиям. Пусть Семей и Абайский район процветают. Приехав сюда в рамках статьи президента Рухани Жангру, мы хотим поделиться с вами своей радостью. Спасибо вам за высокую оценку творчества наших земляков. И за помощь в проведении концерта. Сегодня члены творческого коллектива вокально-танцевального ансамбля «Каламкас» ставят перед собой цель внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения, пропагандируя музыкальное наследие казахского народа. Самат Секенов, Мирей Жакманов, телеканал «Семей». На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова